Побороться за кубок мэра города Одинцова Александр Гусева приехало более ста человек. За несколько лет этот почетный трофей приобрел среди одинцовских охотников серьезный вес. Значительную часть расходов по проведению соревнований поселение берет на себя. 50 патронов на 25 мишеней. Достаточно для того, чтобы выбить из стволов паутину, поправить глаз в преддверии охотничьего сезона и проверить надежность оружия. Сегодня минимум 115 человек присутствует. Это на начало соревнований, может быть кто-то еще записался. Около 120. Это выше, чем мы ожидали, потому что максимально мы примерно думаем, что человек 100. Но сегодня побольше. Это очень радует. Приехали женщины, члены нашего общества. Приехали юные охотники, лица не достигших, 18-ти лица в области. Но здесь они допускаются в присутствии своих родителей или старших каких-то товарищей. Лучшие определяются раздельно среди взрослых стрелков, женщин и молодежи. Отдельный зачет среди охот коллективов. Участие дам и юных охотников, которых называют юнохами, добавляет соревнованиям особую остроту. Никто не хочет ударить в грязь лицом, выбив мишеней меньше представительниц слабого пола или младших коллег. Дай! В этом году впервые на турнире полноценную команду выставила и администрация городского поселения. Ее представители отстрелялись вполне достойно. Помимо зрелищности, ежегодные соревнования по спортингу имеют и чисто практическое значение. Эти соревнования мы всегда готовим примерно за месяц до открытия летнего осеннего шутка. Сейчас охотники пришли, проверили свои ружья, немножко навострили свой глаз, навык повысили. А те, кто пойдут только осенью впервые на охоту, они здесь имеют возможность потренироваться. Чтобы не стрелять слишком далеко, стрелять только по ясной цели и попадать как можно меньше под ранку, чтобы было. Местное охот-общество – одно из самых старых общественных объединений района. И хотя охотничьих угодий сегодня в окрестностях Одинцова исчезающе мало, задача сохранения национальных охотничьих традиций, воспитания ответственных и законопослушных охотников по-прежнему актуальна. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.